Христиане, придумали, будешь вот гулять. Кто тебе геологию вел нахребать? Мадосов. Ой, геологию. Тамара Артемина? Да. Как зачет сдал? Сам долг. Учил? Да. Все учил? Да там нормально было, у меня высокий ретик был. У меня даже толком ничего не спасало. Ой, а ложки-то. Да, с детишком. А вот это... Стульчик, стульчик возьми, там в детской стульчик. 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 Продолжение следует... 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 Еще бы и дальше, чтобы ему ничего не было, а мне бы было. Вот это характеристика зулусов, полудиких племен. Нужно научиться во всем видеть Бога. Так, где у меня Виктор Андреевич-то? Ушел на работу или как? Сейчас был. Он должен быть здесь. Я как раз хотел тут небольшую беседу провести. Потому что мы слышали сегодня в храме. Он иногда спрашивает, о чем говорилось вчера, о чем говорилось сегодня. О чем говорилось вчера, спрашивать можно у тех, кто был. А некоторые не были. Почему? А в привычку вошло. Вот в прошлый раз я спрашиваю конкретно. Такой-то человек, кто-то положил вот здесь наклеенный. Почему его нет? Ну все, кто видел, говорят, а это вот она была здесь, ушла. И ушла даже слова не сказала. Через забор и все. Вы поймите, что ничего в нашей жизни нет, чтобы Бог пропускал мимо. Вот начинает жаловаться, зять попался. Ну до того, зять вредный. Ну житья никакого нет. Все против дела. Я говорю, а зять, как попал? Ну как, дочь моя замуж вышла. Твоя дочь? Да. И ты ее сама родила или в дедом везла? Нет, я сама родила. Значит, она слышала твои песни, когда еще была в животе у тебя. В очереге твоем. Да. Как же ты ее так научила, что она такого волка привела к тебе? Он бьет. Он ее размазывает, как говорят, за косы тещи его по стенке. Она пенсию уже не видит, говорит, я третий год ее не вижу. Ну это твой, зять, твой. У тебя выхода никакого нет, как только ее любить. Потому что муж и жена одно. Если ты дочь свою любишь, ты обязана его любить. Как? Я не знаю. И не приведи Бог. Я бы взорвать в сено зарылся, если бы на дворе был. Лучше там бы один жил, чем с таким зятем. Он говорит, молиться не дает ей. Он включает музыку, у соседей потолок трещит. Начните немножко раньше раскапывать, откуда это у тебя идет. Памяти нет. Многие жалуются, памяти нет. А я отвечу одним словом. Проблудили ум. Ума нет, потому что блудно жили. Это не картинки рассматривать. Не знает, сколько раз выходили замуж даже. Спрашивает, сколько женщин узнал? Не знает. До 18-ти помнит, а дальше сбился. Да какая же у тебя память-то? Какое у тебя настроение может быть? Вы научитесь искать истоки оттуда. Откуда? Почему у меня все это так идет? Вот мы сегодня слышали, лежал парализованный. И сколько? 38 лет. А других мы даже не знаем, сколько он там слепой был от детства. А это точно. Поднимите руку, у кому 38 лет? У нас примерно. 38-39 где-то в этом радиусе. Вот у нас, вот посмотри на кого. Ты 38. Вот там еще один. Подними еще руку. Вот представь себе, что с самого дня рождения, это всю твою жизнь пролежать недвижимым. Давайте конкретно, мы православные люди, войдем в патристику. Патристика это творение святых отцов. Кто из святых отцов описал? Ну, скажем, Златоуз говорил, проповедь читали, Ян Кронштадтский. Правильно. А скажите, а филистимляне там могли быть или нет? А вот и вопрос. Если иноземцы, приходящие, могли быть в определенном месте, отделенном в храме, то тут кто мог запретить прийти? Мы вполне, почти со стопроцентной уверенностью можем сказать, что там были ассирийцы. Там были неизлечимо больные из других государств. Это никому не запрещалось. Но раз в год. Ну, как человек не больной, но бывает, что все стараются, в первую очередь, билеты самые дорогие, когда кулачные бои бывают, боксеры, первые. Самые первые ряды, это самые дорогие билеты. Конечно, туда подвозили тех, которые имели слуг. А которые уже никого не имеют, как вот этого. Когда я прихожу, приползу, уже кто-то другой сошел, а и нет людей, которые меня бы опустили. Это говорит, что он был как бомж, как беспризорный. Ну, день-два. Ну, 38 лет написано продолжительной болезнью, врач пренебрегает. А что его лечить-то? Он все прошел, все анализы. Вот у нашего Виктора Савченко, сестра была здесь. Ну, муж у нее 51 год. Вот умер на этой неделе. А там мужик, у нас даже таких нету, какой он из себя видом, крепкий, здоровый, там, дуб настоящий. Все, положен конец. Он бы с каким удовольствием поехал сегодня куда угодно в Палестину, на Камчатку к источникам горящим, если бы сказали один раз окунись, и ты выйдешь здоровый, оттуда приедешь. Но не ехать, только оттуда пешком идти. Он пишет, пошел бы. Ну, и я пошел бы. Давайте эту притчу рассмотрим более подробно. Ни один святой отец об этом не говорит, я не считал, ни у Григория Богослова, ни у Ефрема Сирина. Были ли там иноземцы? А почему ты рассуждаешь, ну, мне мысль такая? Всем ли доступно было воспользоваться тем, что ангел один раз сделал? А что, ну, безбожники сказали бы энергетика особая. А что энергетики хватало от определенной болезни, или был весь раком, метастазами покрытым? На любую болезнь хватало. И что мгновенно кончалось, мгновенно исчезало? Попробую объяснить. Обычно как? В затухающей степени. Или прибывает медленно, как синусоида, или сразу падает. Тут мгновенно, я думаю, как только вода закипела, представляете, ровная гладь, большой, огромный бассейн, туда вещи загоняли, прогоняли их. Ну, как автомойка сейчас есть. И мыли овечек. Когда вода закипала, сколько она закипала? Ну, видно было, что там бурлит что-то, как кипит, закипается. Сколько же человек падает? Но сейчас есть хронометры, которые до тысячной доли одной секунды могут засчитать. Когда бегут, говорят, одновременно двое заняли первое место. Но как только изобрели вот этот хронометр, двое уже не могут прийти. Никогда. Показывает, он на полсантиметра или на один миллиметр, грудь его вперед была. Кто-то первый коснулся. Когда она вода закипала, то есть вокруг, по периметру, везде лежали больные. Мгновенно падали, может быть, сотни людей. Или что? Да ничего, вытаскивай, тонет. Он, видишь, ничего нет. Кто первый-то? Попробуй это делить. Но тут точно знали. Один выходит, выздоровел. Все, ты первый был. Ну как же я-то? Я целый год лежал. Ну буду лежать, буду еще лежать. Буду лежать. Все-таки теперь я. У меня есть кто? Спонсор. Наняли хожалок. Они меня плотной подтащили. Но все равно же спать надо. И вдруг закипело. Глаза открыл. Кипит. Бросился, а там уже кто-то есть. Понимаете, случай называется. Всему случай, Сирахов говорит. Вот повезло ему. Давайте теперь мы дальше посмотрим. Господь очень часто обращал внимание на происхождение этой болезни. Один раз только сказал, что это, чтобы дела явлены были Божьи. Не он, потому что от рождения такое не родители. А остальным говорил, и ей впредь не греши. А что он там писал пальцем-то, когда написано, что женщину привезли-то? И почему они камни бросили, никто не стал бить-то? Считают, что он писал тем, кто... А что он там пишет? Заглядывали. А он пишет. А вчера ты от Насты только что вышел. Кого ты судишь, когда ты жену-то свое оставил? А где ты был, тот отошел. Это при мне камень бросил. Кого бить-то? Меня побивать надо. И Господь, конечно, писал не закон Моисеев здесь. На земле он не пишется, как изображение креста. Канон есть, нельзя, чтобы не попирать ногами. Так и закон. Кто подходил, смотрел, считается, видел себя. Он сидел и что-то писал, а тоже единственный случай был. Ну и по логике я со следователем разговариваю. А что бы он писал, чтобы другие это устыдили? Ну, конечно, ему грех только. И, конечно, грех какой в прелюбодеянии? А это один грех мытарства, на котором 19 мытарств меньше теряют душ, чем на этом мытарстве. А у христиан, тем более по такой шкале, посмотрел с вожделением. Красота-то какая. Да пожелал побыть. Не просто удивился красоте, а пожелал. Погреться. И прелюбодействовал в сердце своем. И кого что может судить-то? Да против души-то согрешил. И поэтому происхождение этого греха, который у него был, тоже сокрыто. Какой возраст его был, тоже мы не знаем. Эти тайны нам никто не раскрыл, как никто из святых отцов нигде не сказал, в какое время воскрес Христос. Ну так принято, что 5-10 минут первого, тут мы уже Христос воскресли. А он может быть воскрес через час после полуночи, а может через два. Нигде никто не дерзнул. Так и здесь почему? Чего в Библии нет, о том мы не рассуждаем. И вот сегодня мы слышали и вторую проповедь по милости Божией. Я думаю, была бы проповедь одна, если бы я не настоял. Когда я отошел от проповеди, а я говорил всегда две, я предупредил батюшку и братьев, если две проповеди не будет за богослужением, я сразу выйду. Меня никто не отлучал. А то никто думает, он стоит, он попался, все-таки архиерей на выходе бряк его ему. Никто. Я завтра же выйду и буду проповедовать снова две проповеди. И я батюшке, как-то одно время, батюшка стал одну проповедь допускать. Я сразу сказал, батюшка, еще один раз такой бой, сразу выйду, я вас отсеку. А если я две говорю, вам уже не придется говорить. Я уступил место, желая того, чтобы молодые росли. Для того, чтобы проверить себя. Я найду себе поприще. Для меня главное поприще сегодня интернет и форум. Там я говорю, сразу 3300 проповедей. Это не две, не три, настолько людей. Так вот, по зависти, сегодня считали, все совершается от недобрых людей, а не завистники. И батюшка говорил, не называя имена, а это конкретно про Потеряевские дела. Мне нравился наш устав деревенский. Я напомню, устав этот, надо было составить без устава, как жить. И я сказал, Лене Барабаш, Лена, составь, напиши устав. Проходит там ночь, она утром пришла ко мне и говорит, я ничего не могу написать. Как, у тебя высшее образование? Она засмеялась, улыбнулась, я не могу, напишите, пожалуйста. То есть я не то, что давай я напишу и по-моему будет, это обман, это по зависти говорят. Можешь, Терентья, спросить маму, так ли это дело было? Так и было. И я ничего в этом не нахожу зазорного, кому что дано. Понятно? И я написал этот устав. Написал, и не добавлено за 21 год ни одного слова. Значит, там предусмотрено все, чтобы сырину не рвать, не мыть грязные там мазутные руки в пруду, собаки, чтобы не лаяли, все абсолютно написано. И пока сегодня вообще не возникло, ну, добавки могут быть, в общем, собранием принять. Это как Конституция США, 200 лет, там комментариев уже в 100 раз больше. Но главный закон был заложен, по сегодня не меняется. А у нас Конституция Сталина, Конституция Ельцова там меняет, и уже юристы сбились, не знают, что в основном в законе написано даже. Так вот, батюшка не произнес сегодня одну фразу, которая в Библии есть, но ее редко кто знает. Она в неканонических книгах. Написано, с завистью дьявола смерть вошла в мир, дословно. С завистью дьявола. Дьявол позавидовал Богу, что такое Бог сделал творение, что и оно не плоть одна, как скотина, и не дух, как ангел, а стрельня между ними. Человек может взять руками, видите, я поднимаю, это плоть. И видно плоть. И в то же время бессмертная душа. И некоторые из них, люди, жили ангельской жизнью на земле, не согрешая. Они поражали сатану в голову. И он видел, какой совершенный был Адам. Нам рисуют как. Вот человек поднялся на четвереньки, потом поднимается, камень берет. Ну как, постепенно эволюция человека была. Нет, не так было. Наоборот, человек прямо поставленный Богом. А потом он стал пить, грешить, согнулся и в 70 лет уже на корочка ползает. Надо наоборот эту систему показать. Не из таракана человек сделался, а из человека, сотворенного Богом, человек в таракана превращается. Завистью дьявола. И нам дьявол очень завидует. А нам есть в чем завидовать. Вот если сейчас придут гости, так там приготовьте журнал, записать данные их. Придут они. Четыре человека может прийти. Но я не знаю. Батюшка туда идет, а они даже вот им хотели причастить, а у нас не причаститесь. Потому что мы должны вас знать, батюшка вас никогда не будет причащать. Но теперь же мы заодно. Да, акт канонического признания у нас есть. Но мы можем там причащаться, а они у нас не могут. У нас правила такие, что мы должны знать, сходить, побыть на работе дома. Чтобы они не бритые были, не брили бороду, не портили. Портит бороду, в коридоре будет стоять. А он сразу, я исповедуюсь и причащусь. А у нас это не практикуется. Если ты нормально живешь, то тебе не за чем проходить профилактику медицинскую в любом городе. Есть лечащий личный врач, называется. Так и священник, это один духовный отец. И поэтому, когда там в монастырь пойду, а я там причащусь. Этого никогда не допускалось. Которые рядом живут, да, они причащаются. Причащает, исповедует один человек, один это врач. У нас были такие люди, которые пришли, но они в московской патриархии. И живут нормально, но жизнь такая прошла. Она у меня, жена не первая. Она говорит, а у меня муж не первый. Ясное дело, что они исповедовались. Все, а теперь к нам решили прийти. И сразу пришли ко мне и спрашивают, а прошлую жизнь надо исповедовать или нет? То есть новый врач. И когда мы приходим к новому врачу, допустим, тот умер-то. Ну мы же ему рассказываем болезнь, как протекала, как она. То есть врач должен знать истоки. И вот святые отцы отсюда исходят. Я не одобряю это, но и отменять я не могу. Я сказал так, как есть. Ну не все может быть. Ну что-то тебя томит, какая-то страсть не совсем ушла. Ну раз вот ты избрала его духовным отцом, то ты должно ему сказать это дело-то. Оказывается, там не в проворот было. Эти люди сразу ушли, больше никогда не пришли. Они думали, все забыто, скрыто. И никто никогда уже не узнает, что там. Что там уже 15 абортов и 18 хуже того. Священник должен это знать. Почему? Первый священник умирает, и человек возвращается к прежней своей жизни. Это тоже есть намек на то, что если умирает священник, приходится новому священнику хотя бы основные этапы своей жизни сказать, чтобы он вел меня. Он понимал, священник, в чем я нуждаюсь. Посмотрим, зачем исповедовать, когда мне Бог простил, я причащался уже, все прошлое. Зачем? Для опыта. Церковь поставила вот такое как бы правило, что священник, он заботится. Сегодняшним чем-то говорить, когда никого не знает. Там не надо это, там вообще никто не знает. Но когда именно он твой духовник. Когда он как член твоего тела и семьи, и он помогает тебе, как врач лечащий. Я говорю, я не знаю это правило, но в нем заложено большое зерно. То есть священник должен не по уголькам ступать, когда сгорит, а профессионально впереди уже ставить какие-то преграды. А почему ты есть? А почему заходишь? Вот у нас написано, никакой связи с интернетом знакомства не должно быть. Здесь вот так-то. То есть у нас, вообще правила у нас ограничивают вольнодумство. Мы вот готовимся на второе место у нас. Сегодня уже пошло то, что я сказал. А эти проповеди сегодняшние я еще верну назад. Потом вернусь, как обеду. А благовестие? Знаете, я задам вопрос такой. Вы просто вы ставите себя внутри. Скажите, кто слово болеет? Вот люди встречаются и говорят, ты за какую команду болеешь? Я за Динамо, я за Спартак. Ну не надо понимать, что он лежит в палате где-то в реанимации. Болеет, то есть страдает, желает, чтобы победа была на стороне вот этой команды. Футбольной, волейбольной какой-то. Понятно? Я скажу. Кто из вас болеет за наше благовестие? Что значит болеет? Молится об этом. Думает, как бы все подготовить? Как бы у нас там неприятностей не было? Как бы Бог это сделал? Опыта у нас никакого. А ну с нуля начинаем. Потому что уезжать будем на неделю, на две, а может и больше. Мы будем проникать за границу Алтайского края. И теперь у нас не одна деревня в неделю будет, а шесть, минимум шесть. И может быть приходится в храм идти там, где ближайшие районы и центры, где есть церковь. Мы там будем приходить. Как ночевать? Как готовить? Как сохранить себя? И нам нужна команда. Команда, то есть братское общение. И полное подчинение старшему. В этой поездке придется мне быть старшим. Потому что у меня, во-первых, опыт, потом все остальное на мне зависло. Но иногда я буду отключаться. На место меня поедет Виктор Савченко. Мои полномочия я передаю ему. Потому что один из нас, он старший воспитатель в лагере, должен быть в лагере. И я, и ли он. Вот что нас будет как-то бы он. И у нас на сегодня не хватает еще одного постоянного члена. Постоянно это я или Виктор. Второй Володя Пащенко. И третий, вот Сергей. Но тут не совсем еще утрясено. Надо, чтобы они не ели на две постоянно с июня и подтянуть к октябрю. Это шофера, подумайте, мне сегодня скажите. В какое время вы можете ехать? Конечно, не меньше недели. Не меньше. Лучше, конечно, если бы на все лето. И еще особенно в этом нет. Благовестники, они уезжали, годами уезжали, на годы. Вот помните, фильм показывали про мормонов. У них юноша подает заявление. Это еретики и сектанты. Я хочу жениться. А невеста есть? Невеста есть? Вон она сидит. Так. Родители знают? Да, знают. Теперь они обсуждают. Да, мы тебе разрешим на ней жениться. Невеста хорошая. Ну и ты тоже. Но у нас же ты знаешь закон? Да, я знаю. Ты должен два года быть на миссионерской работе. А куда пошлют, мы не знаем. Это наше патриаршество скажет. Ему сказали, куда ехать на остров. Где-то там, за Австралией. И он поехал, изучает их язык. Помните? Кому давал. Можно перекрутить пока. Остановите. Одна тронула, и все, как лавина пошла. Я говорю, кто болеет? А то глушители пришли. Антиболельщики. Это вы научились греметь дома. Еще наслушайтесь. И он там работает. Как его встречают. Какие трудности. Как он болеет. Там крысы ему ноги погрызли. У нас этого ничего нет. Мы просто полную экипировку имеем на своей машине. В родном государстве. Люди вокруг. И православных много. Даже никакой трудности это не должно быть. У нас главная трудность это встреча с православными патриархийными попами. Это самое главное будет препятствие. Но просто так, как в прошлом году, они уже не могут рвать на части. Потому что мы уже встречались. Я им это все высказал. Все это написано, уже выставлено в интернет. То есть к этой встрече, что идет сейчас. И следующая рабочая встреча, они сами говорили, это потеряевки. Я маленькими эпизодиками говорю. Максим может не поехать. Нога в трех местах перелома очень сложная. И будто бы у него на неделе, на той что ли, был микроинсульт. У него такие переживания, епархию дробятые. Пока остановитесь. Ничего не наливайте, просто остановитесь. Это никуда не денется. Смотрите, какое идет движение, они все это понят. Все. Уже ложки в руках. Остановитесь. Утробное. Она уже ничего не слышит и не видит. На тебя даже не смотрит. Она вся в тарелке. Отвлеки ее. Наказание какое. Дети Адамова. Это зависть у дьявола. Дьявол нам завидует, о чем говорим сейчас. И он сейчас нам пытается через щерева добраться. Говорит, к мужскому сердцу путь идет через щерева. Так у нас отвлечение от проповеди через щерева идет. Тем более на столах все. Уже прям засуетились. Нехорошо. Я вам сказал контуры. У нас многое неизвестного. Но кое-что уже известно. Должно быть абсолютное подчинение старшему. Вот у нас Виктор, Володя. Тут у нас вопросов никаких нет. Должны остальные быть так же. То есть мы на обсуждение все. А дальше решение принято. И его никто не обсуждает никогда. То есть это уже принято. Мы приняли дом. Мы утвердили. И строго придерживались этого порядка. Встаем в 4.40. А чего мы тут среди ночи будем вставать? Это не работник. Мы договорились. Я в патриархии им подал. Что кто из них поедет на своей машине. Вставать в одно время. 4.40. А ведь дальше день будет убывать. Выходит мы помолились. И еще все темно. Свет зажигать нельзя. Не давать знать где мы находимся. Это обдуманно. Знаете, тут новые-новые вопросы возникают. Как это будет? Не знаю. Но уже на этом начинает спотыкаться. Так, возьмем у него пока. Ты тоже вставь сюда. Поставь его. Ты иди сюда рядышком. Так, мы кое о чем сейчас побеседуем. Как мне кажется. Чтобы человек мог и отвечать. У тебя желания не было никогда попробовать с нами на благовестие поехать. Если бы на работе отпустили. Желания есть, но на работе меня не отпустят. Не отпустят. Ты уже сколько лет на пенсии? Я давно уже на пенсии. Я же раньше ушел на пенсии, чем другие уходят. Ну да. И как нельзя так сделать аут? Тайм-аут. И как? Так, братья, кто может поехать с нами? Нам нужен четвертый. Даже шофер у нас. Кто-то будет. Может быть, он одновременно и шофером будет. Я не знаю. Но шофер все время должен быть в машине. Кто желает? К сестрам уже не обращаемся. Только одни братья. Так. Сергей. Говори. Что я делаю? Да ты поднял руку сказать. Я желаю. А, желаешь. Так. Готов ли ты к полному подчинению? И никогда, чтобы не опаздывать, не спорить. Потому что ты для нас не просто обыкновенный. Ты особо обыкновенный. Он едет с собакой. Если ночью мы уснули, нас живьем можно вырезать, убирать. Но если собака, она разбудит, хотя бы помолиться. Поэтому он очень нужен. Но у него есть... Я просил сегодня говорить. Недостатки некоторые. Ты мне сейчас опровержение дай, что я понимаю, что это неправильно. И я это все отношу к прошлой жизни. Я вступление делал не случайно. В армии служил сколько лет? В армии. Три месяца. Три месяца. Я садил, что я никакой служил. Так. В монастыре сколько лет жил? Был. Так. Не жил. Так. А в тюрьме, в лагере сколько лет отбывал? Бог миловал. Бог миловал. То есть опыта послушания никакого. Я вот к чему говорю. Это хорошо, что ты не был в армии. Это все хорошо. Мне Бог позволил жить в монастыре, быть в пяти тюрьмах, в лагере, в армии, когда я служил, 4 года во флоте служили. То есть у меня опыт достаточный быть в послушании. И при том с детства Господь мне указал на страшный суд через мать. До Евангелия. И я знал, что ад это реальность. И как бы было, если бы вот так-то и я погиб. Не приведи Бог. Лучше бы не родиться. Вот. У тебя, я говорил, какие недостатки, с которыми я не могу мириться. У тебя есть такое качество, все впритык. Вот если здесь у нас служба идет с восьми, то я считаю, что в полвосьмого вполне можно прийти, побеседовать, поговорить. А если ты рассчитываешь, я приду без пяти, успею тут снять все и сразу встать. Бывает транспорт. И было опаздывал, при том не один раз. Было такое, что пропускалось за соревнования где-то. Это у нас в благовестии недопустимо, не просто недопустимо. А в этом нужно принести раскаяние. Я прошу всегда приходить с запасом времени. С запасом. Даже на машину некоторые приезжают, ну прям впритык. Ох, куда я ехал, там какая-то авария, а ты рассчитывай на эту аварию. Я говорил, у меня прошлый раз конфликт, он был с батюшкой. Я считаю, прийти надо хотя бы на полчаса, а он считает, что надо прийти, как раз к какому времени договорились. Ну еще получилось. И я пощапал пешком. Я не могу этого допустить. Значит, мы решили выезжать, значит, все остальное за это время подчистить, убрать. И чтобы и там где-то по времени вставать, ложиться, чтобы замещание, ну два же я не давил, а это добровольно, искренно. Готов к этому? Скажи, да или нет? Да. Да, готов. Так, это я говорю для вас, для всех. У него это легко выполнится, он сказал. Ты мне в ответ скажи, если я где-то угнетаю, отнимаю вашу волю, тоталитарный волк, то ты мне уже должен сказать сейчас сразу. Мы уже команду сбиваем. Вот Михаил Кальмаев, который принял крещение в прошлом году из Тимиртау, он приезжает на целый месяц отпуск берет. С июля. Вот надо теперь, я не знаю, где у меня Марина Дыбунова-то. Мужа провожает. Вот, чтобы она, еще одна, нет, болеет или что? Игорь провожает. А он уезжает в тайгу. Ну ладно, к ней тогда еще подойти, чтобы она начинала с сестрой. Подходите к ней. Согласуйтесь, кто в какое время. Нам хотя бы два повара надо. Хотя бы два. Все время друг другу передавать. Это на неполные два месяца. Дальше. Святые отцы говорят так. Не позволяй себе говорить со старшим как с равным. И с учителем как с равным. Вот эта фамильярность, панибратство, оно позволяет тебе тонуть в грехах своих. Это Сирахов об этом говорит. Есть такие люди, которые всегда называют на вы. Я в этом не нуждаюсь. Ну, это как бы дистанцию создает. Но бывает иногда, но естественно на это выходит. Иные по имени отчеству. А другой прям только минута одна. И он сел, уже начинает по пальцам тыкаться. Я просто назову. Алифина, где у меня? Вот она. Однажды ко мне приезжает человек из Барнаула. А человек нам близкий человек. Предприниматель. Человек к нам расположенный. И очень такой кроткий. Ему только верующим быть. Максим Малицкий. Вы все знаете. Машину себе отдавал. И вот с ним в кабинку попутно ее сын садится. Младший. Мне казалось вывести и самообладание этого Максима, который был в Потеряевке, нам постоянно помогал. Который мне очень помогал. В одном деле, где я вообще ничего не мог сделать. Я только посмотреть могу, чтобы догадались, о чем речь идет. И он в меня в первый же день подошел там, в Потеряевке, и говорит, а этот юноша ехал. А почему он так себя ведет? Это что? Очень хамовитый. То есть он не только запросто. А он сразу такой сел. Ну ты подвинься-ка. Шоферу. Который не равен ни возрасту, ни чем. А теперь, ну а ты, что, как там у тебя? Это не фамиллярность, это хамство. Это абсолютно недопустимо. Я когда что-то говорю, то от вас хочу услышать. А ты этого не делал? Не делал. Никогда. Да, я писал патриарху, писал Горбачева письма. Но я никогда не допускал хамства. Для меня он не был вишкамеченным. А Михаил Сергеевич. Я считаю очень великим человеком. Я никогда не скрывал этого. Да, Ленина я называю людоедом. Да, я называю и доказываю. Миллионы душ сожрал. Но я его не возьму, звать там Володька или как-то Владимир Ильич. Вот это не допускайте недопустимого. Однажды апостол Павел сказал такое-то и сразу же попятился. Говорит, а я не знал, что он террасвященник. Когда стена подбеленная. Почему злословишь старшего? Так, пока маленько поговорите на эту тему что-нибудь. Сейчас я-то выйду. Ну кто на эту тему может говорить? Кто готов? Кто-то может быть, сестер уже может сказать Марине. Уже готовка, кто поедет в лагерь. А что там вообще на выставке, кто знает? Да там, как правило, иконы. Да ничего не есть. Моза в осенье. Из монастырей. Записки, писать, здравие, упокоение. Эта выставка к благовестию не имеет никакого отношения совершенно. А может быть даже и наоборот. Говорим о благовестии, выставка вам какая-то. Что вам эта выставка отдалась? Говорили о выставке, но что что-то задали. Торгаши собрались. Говорили о благовестии. О благовестии, значит, и о лагере. О лагере вопрос. Вход бесплатный, но там оставишься. Кто-то из сестер уже может сказать, что кто поедет в лагерь? О, боялся. А, сестры. Никого пока, да? Только благовестия надо. Секал зайдет, там видно будет. Что сейчас говори? Чередица даже не поответ. У нас светет миндаль. Он быстро отцветает. И я просил ребятишек там собрать. С ними хотелось сфотографироваться. Ну, она приготовилась. Так. Вот этот пункт надо переехать. У Сергея вот это есть так бы зафамильярность. Легко переходит сразу. Если я останавливаю, даже в дверях, ну, остановись. У меня батюшка полслова скажет, полслова. И меня уже там нету. Вот представь, сидят священники у нее приехали и сидят, ну, без рукавки, за столом. У меня вещь недопустимая такая. Я пришел и сразу сказал, а у них свой разговор. Ну, батюшка-то это не я. Он, батюшка, мне сразу говорит, знаешь, время позднее, ты бы шел домой. Как меня заедает, а то всегда сразу, ты бы шел домой. То есть, без тебя мы хорошо обходимся. Еще ты тут вмешиваешься, портишь на настроение. У меня-то как вспышка какая. Момент. Батюшка, прости меня. Я разворачиваюсь и на полсловия замолк, вышел, перекрестился на улице у нее. Это не один раз уже было. Какой у меня батюшка хороший, как вовремя остановил. А остальное все на нем. Но главное, я успел сказать. Никогда, чтобы не позволяли. У меня с Сережей не раз на эту тему разговор уже был. Чтобы о нас не сказали, что мы хамовиты или хамы. И мы не соблюдаем субординацию. И на пустяках такие взаимоотношения, как-то тремся. И другой, главное, это пример для других. Это не годится. У нас сбитая команда и одно руководство. То есть, я могу все это отдать, как лагерь. Но я вижу, что ты не потянешь. Другой, он просто не берется. Здесь должна быть полная отдача и болезнь. Ты болеешь о благовестии? Конечно. О чем я говорю? Ты можешь что-то возразить мне? Чтобы этого пункта у тебя нигде не было. Фамильярность. Тем более, мы с тобой так близки. Хамовитность нигде не допускать. Нет, согласен. Согласен. Простите меня. Ну все. Значит, все, как они и бывшие. Потому что, ну, я не буду там наставить, привлекать. Давай, ты меня слушайся. Нет. Я просто дал знак тебе и все. Потом мы отдельно собираемся каждый день, у нас написано, и каждый день будем обсуждать, что правильно, неправильно там. У нас наши уставы... На сбор полета. Да. Деревенский, лагерный, община. Мы можем их менять. Но надо две трети членов собрать, чтобы было желание и прочее. Значит, мы к этому готовимся. Хорошо. Можешь взять у него. Вот третий человек постоянный, чтобы ты до конца с нами был. А уже четвертого кого-то найдем. Братья, кто еще мог бы с нами поехать шофером? Или просто на благовестие? Выше руку подними. Илья, ты же лето мог бы? Не мог бы. Терентьев, ты никак не можешь? Ну ты, понятно, с папой. Илья, а ты? Я, возможно, смогу. А? Возможно. Это у нас так Женя Янчук всегда говорит. Это мне не подходит. Это ничего нету там. На киселе ничего не строится. Определенная счетка. Он всегда подтягивает до субботы. Но я сейчас не могу в субботе. Но мне команда собирается ехать. К субботе. К субботу приходят. Да у меня в гости приезжают, я не могу. А что не могу? Ну там с Мишей Никитин встретиться надо. Игра идет. И я не советую это делать. Что я пойду, я это знал 50 лет назад. А вы сегодня за 50 дней вперед не можете сказать. Мне это не подходит. Наемщик не малейший. Так. Вадим. Готов? Так. А тебе вот это посмотрели ролик. В прошлый раз смотрели-то. И о тебе свидетельство там уже было. Не кто-то, а теща твоя родная. И говорит, он хороший водитель. Ходотайствует за тебя, принять тебя. Я сказал, я еще подумаю. Я на складе работаю кладовщиком, поэтому я никак не могу... Ну, и за что держите? Сребролюбие давят? Это корень всех зол. Но я тогда без работы остаюсь. Это разговор. У всех это работа. Адвентисты никогда не считают. Мормоны за работу не считают. А у всех работа. И ни в одну субботу не выйдут, и за рубеж едут, и везде не алименты, которые сектанты там. Не алименты. Сектанты там все приехали. Они тоже оставили работу. И работают здесь годами, уже поженились тут. То есть все дело в желании. Здесь сильно-то некого больше. Особых-то кадров у нас и нету больше. Так, никто ничего больше не хочет сказать по благовестию. Тогда возвращаемся к первому, я чуть-чуть коснулся. Сегодня об этом больном было. Когда эти люди выздоравливали, которые попадали во вещи в путы, и они выходили здоровы, я не думаю, чтобы никто с ними после этого не разговаривал. Ну, как ты почувствовал, как у тебя выпрямился гор, глаза открылись, какой бы ни был болезнью одержим, выздоравливал. Как ты до этого дошел, и как после этого жил, ну, может, кто-то собирал данные даже, может быть, архивные данные. Но обычно как-то люди говорят, давайте запишем. Вот, с анжелистами говорить, надо говорить с людьми, писать об этом, писать. Вот архипелаг, гулаг, как? И сейчас уже больше, это да, он говорил, уже больше тысячи томов. Это ясно никто не прочитает. Но мы должны потомкам оставить. Как тебя арестовывали, как брали, как ты сидел, там это ни за что. Так и здесь. Я думаю, с ними кто-то разговаривал. Ну, даже не писали, писать бумаги не было. Но они все же разговаривали. Вот единственный раз. На что они ссылались на этого ангела? Его кто-нибудь видел, ангела этого? Нигде не написано. Ни один святой отец не говорит об этом. Я думаю, никто его не видел. Но уже это вошло, было точно известно, что ангел. Ангел редко является. И не написано, кто его первый увидит. Но кто первый, коснется воды. Первый спускается туда. Но вот если там кто-то это говорил, и тот человек выздоровел, конечно, тут люди понимали, что ты как был. Да вот так. А в какие дни обычно? Ну, начинай. Ну, обычно было это в субботу. Или это было в первый день недели. Ну, люди же это спрашивают. В какие дни? Ихона мироточит больше всего. Сегодня же это все делают. Ну, анализирует, чтобы знать, в какое время больше всего-то бывает. И вдруг Господь подходит. Во-первых, не надо тащиться к купели. Это самое главное было. Не надо было выгодное место занимать. Не надо было парализованным каким-то искать, чтобы его кто-то опустил туда. Не надо было подготавливаться, прощаться с родными, все время там находиться. Не надо было место менять, где он жил. Ничего не надо. Ни времени не соблюдать, ни ночи. Притом, все зависело там от ангела. А здесь только от тебя, встреча твоя со Христом. Знаете, как переменилось? Вот, конечно, молва об этом исцелении шла далеко за пределы Израиля. Но Нейман, сирийский начальник, военачальник. И он исцелил. И известно было до самой Римской империи. Везде о нем говорили. И это даже Мухаммад себе записывает. Это все известно. Люди очень хорошо слушают, когда кто исцелился. Зачем ты исцелился? А что пил? Мочу пил. Но теперь всю пьют мочу. Даже не хватает. Лишь бы выздороветь. А вот здесь ничего не надо. Только встреча со Христом. И когда мы говорим о болезнях телесных, то о болезнях телесных Господь не обещал, что мы все будем здоровы. И что у нас будет все окей. Но духовно он исцеляет, прощает все, что было. И дает силу бороться с грехом в будущем. Вот сила-то в чем. И поэтому мы, в сравнении с теми, которые были возле купели, в несравненно лучшем положении находимся сегодня. Нам не надо ничего делать, то, что те люди делали. Но если те люди не могли, конечно, умолчать, когда Господь говорил, исцелился, молчи, никому не говорю, они вышли по всей стране, растрезвонили. Тем более мы должны говорить, как дивно меня Бог спас. У нас еще есть некоторые, даже не написали, не сказали, как они обратились, пришли к Господу. Кто еще не писал, не говорил об этом? Кто-то есть такие? Написать надо будет. Потому что вас в то время не было, когда мы писали. Даже вот Барьян, кажется, она тогда была, тоже написала. Вот сегодня у нас небольшая трапеза. Я думаю, тут нужно сказать... Александра Ивановна, подойди сюда, пожалуйста. Не может. Ну-ка, помогите ей там. Вот сюда, к людям, выйди. Потом назад пройдешь. Да ничего, 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 ничего. Да, бабушка моя, иди. Расскажи немножко, в честь чего у нас вот эта трапеза сегодня? В честь смешки. В честь смерти. В честь смерти какой? Кого? Ну, мужа твоего. Как его звать, говорит? Иоанна. Иоанна мы его звать. Мы об Иоанне молимся. Я вчера говорил, что на неделю умер Николай. Он там какое-то покаяние было, какое-то крещение. Но теперь он как верующий православный. Ну, можно молиться о нем. Я говорил об Иоанне, теперь мы уже о троих молимся. Сколько лет вы прожили вместе с Иоанном Семеновичем? 64. 64. Витя, да. Не помнишь. Ну, примерно с кого была? Ну-ка, встань, Галя, посмотри. С нее была ты вот такая? Да, была. Была. Вот видишь, как сгибает земля свое, зовет к себе. И человек начинает падать, ковылять, то другое. Ты по-хорошему с ним рассталась? Когда сейчас? Нет. Когда он умирал, уходил. По-хорошему. Он тебе что-нибудь наказывал? Что ты должна сделать? Что я не успел сделать? Нет, этого он не наказывал. А? Он этого не наказывал. Не наказывал. Значит, все заранее было придумано, продумано, сказано уже. Еще не было. Когда Игнатия Брещанинова спрашивали, ну а как вот это распорядиться? Он говорит, хоть как, я накажу, а все равно по-своему сделаете. По-своему сделаете. Мне запомнилась такая фраза. Я спрашиваю, ну бывает, Александр Иванович, ты его не слушаешься где-то? Было. Было? Было. Я ее спросил, а ты мне что ответила? Не помнишь? Не. А она говорит, я тогда падаю к нему и говорю, дедушка, прости меня. Как будто маленькая девчонка в 20 лет, а он-то с бородой, дедушка, прости меня, он инвалид отечественной войны. Вот у нас там в 15-м томе написано, на каком Волховском фронте воевал. У него что ранено было? У него в ногу он был ранен, и укорочена нога была на 4 сантиметра. Вот так? Он умер на 85-м году? Да. Вот видите как. Я вот все удивляюсь, люди, которые много страдали, которые перенесли войны, тюрьмы, лагеря, им Бог дает жизнь. Вот Волков считаем, 93 года, тоже почти 85 лет, или стал жениться, 4 месяца до 90 лет не дожил. А человек перестрадал, не видя насколько это Бог делает так. А другой живет, все у него есть. Ест, пьет, заедает сало маслом-то, а жизни нету. И выпить у него есть, и два гарема, говорит, дома и в командировке, а жизни нету. А это вот, я думаю, Александра Ивановна, жизнь свою, с Иваном Семеновичем, отставили пример молодым. Как надо слушаться мужей. Тебя совесть не мучает, что ты его где-то сильно не слушалась? Мучает. А? Мучает. Мучает даже. Ооо, а как же так-то? Он просил же тебя. Ты же говорила, дедушка, прости. Ну, он прощал. А все равно. А все равно. Вот видите как? Слышите, молодые? Старайтесь мужей не огорчать. Жизнь мужей короче. На 8 лет примерно. Да еще он женится, как правило, старше ее. Это сколько же ты одна так досковать будешь-то? Учитывая вот эту разницу. Ну, минимум 10 лет ты одна будешь жить. И совесть еще будет грызть, мучиться. А зачем? Руководить намного труднее, чем исполнять. Златоуз говорит. Руководить я должен продумать все в мельчайших подробностях. А исполнять еще не надо. Сказали, остановился, остановился. Сказали, Илья, пошел. Все очень легко. Так, что означает у нас поминание? Ты знаешь, вот на могилу ставят хлеб, там ходят, там стакан водки поставят. Ну и там люди специально есть, которые за место умершего выпивают ходят. Их потом оттуда увозят, а не все время. Это называется язычество. У нас тоже обед есть. Но обед, водки никогда нету. Дальше. Просто воспоминания приняты. На это не нажим смотреть на то, что это остаток какого-то язычества. Это обыкновенная трапеза, которая ничем не отличается от обычной. Хотя сегодня у нас молостный день. Я вижу, тут молочное что-то. Вот у нас принято, чтобы сала свиного никогда не было. Колбасы не приносили. Я немножко поборолся с этим. И вот, видите, уже стол маленько очистился. Благословен Господь. Благословен Господь. А венчание-то помните, Александр Васильевич? Венчание. Ой, как же не помню. Сколько лет вы венчаны-то были? Ну ладно. А кто вас побудил прийти на занятия? Как вы пришли-то? Побудил на занятия Игорь. Игорь Третьяков. Третьяков Игорь. Вот видишь, Игорь? Его слово дало плод. Да. Встретились я на Рождество. В храм поехала, Покровский собор. И никого на остановке не было. Он подходит такой.